Эту Думу можно, на мой взгляд, назвать условно легитимной, потому что выборы сопровождались огромным количеством нарушений. Это породило массовые протесты, массовое недовольство. И тем не менее, если говорить о том, что нет ни у кого приставок ИО, то да, она легитимна. Что касается избрания мэра из числа депутатов. Это соответствует уставу города. Но я хотел бы напомнить, немного отмотать пленку назад и сказать, что общественные слушания, которые проводились по поводу схемы управления городом, показали, что большинство жителей города, если провести соответствующее исследование, это покажет и сейчас, потому что мы более или менее владеем ситуацией, все-таки хотят избирать мэра по той процедуре, которая была раньше. Чтобы не было разделения на главу города из числа депутатов и сети менеджера, то есть должен быть единый человек, единственный человек, который бы отвечал за все хозяйство города, за все процессы социально-экономические и хозяйственные, которые проистекают на его территории. И это, наверное, правильно. Тем более опыт этот считается в России неприжившимся. И многие города уходят от того, чтобы идти по пути, по пути, по которому пошел Волгоград. Ну, кроме, конечно, такого субъекта, как Волгоградская область, где в массовом порядке почему-то до сих пор пытаются внедрить вот эту вот систему. И если перейти дальше к работе уже в Волгоградской думе, то я вам следующее хочу по этому поводу сказать. Ну, например, самоорганизация. Ну, давайте так, вот, и существуют какие-то оптимальные моменты управляемости и управления. Ну, вот есть руководитель, скажем, да. Во время его отсутствия обязанности исполняет заместитель, да. Это так естественно. А почему 9 человек? Вот кто-нибудь может сказать, где аналоги в России, где это такое? И что это вообще означает? Что это означает в смысле управляемости процессами, которые идут в Думе? Вот. Это больше похоже на театр абсурда. Я хотел бы вот обратиться к неким исследованиям, которые проводил наш центр. Ожидание симпатии, доверительное отношение к Думе текущего созыва, они однозначно выше, чем Думы предыдущего созыва. Но, с другой стороны, если посмотреть диаграмму, которая показывает конкретные шаги, конкретные действия в законотворческой, в жилищно-коммунальной сфере, в социальной сфере, то здесь есть обратное явление. Как это ни странно, Дума предыдущего созыва, она оценивалась респондентами как более активная, как более социально активная. В силу этого можно сказать, что возникают некие ножницы между ожиданиями и реальными действиями. По большому счету, на данный момент, а прошло ориентировочно 150 дней, эти ножницы, условно говоря, не начали еще резать. Но, через некоторое время, если те ожидания, которые к Думе нынешнего созыва имеются со стороны жителей города Волгограда, они не будут оправдываться, то общественное мнение однозначно будет иметь некий отрицательный полюс. И тогда, наверное, и как раз будет более активно подниматься и будет поднят вопрос о легитимности Думы нынешнего созыва. Одна из тенденций, которая сегодня наблюдается, а на мой взгляд, это наиболее важно, это, конечно, отношение с точки зрения доверия населения к органам власти, прежде всего муниципального управления, муниципальной власти. Да, здесь наметилась некая положительная тенденция, но она только начинает формироваться, для того, чтобы это состоялось. Для этого надо, конечно, огромные усилия и, прежде всего, конечно, усилия в социальной сфере. Вот сегодня, допустим, в преддверии 71-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, мы видим, что органы власти городской уделяют особое внимание этому празднику. Здесь очень много позитивных тенденций. Это и комплекты подарков, которые вручаются участникам Сталинградской битвы, труженикам тылом, имеющим медаль за оборону Сталинграда. Это и вдовы участников Сталинградской битвы, и дети Сталинграда. Достаточно большой контингент. Это позитивные моменты. Ну, я к позитивным моментам, конечно, хочу отметить это. И те акции, которые проводятся сегодня в городе, ну, допустим, акции, которые проводят департамент по образованию города-герой Волгограда, который называется «Ветеран живет рядом», когда стоит задача, чтобы дети, школьники повесили яркие красные звездочки или на калитках, или у подъезда, где проживают ветераны. Здесь же можно сказать еще в целом ряд акций, которые планируется провести 2 февраля, в частности, и «Минута молчания», который будет как бы вот такой новым элементом проведения этих мероприятий, которые, с одной стороны, торжественные, с другой стороны, они памятные, потому что здесь, прежде всего, мы чтим память погибших и отдаем дань уважения ныне живущим ветеранам. И вот в 12 часов будет проведена «Минута молчания», это, конечно, очень хорошо, потому что, действительно, оно затронет всех нас. В этот день в 12 часов остановится транспорт, прекратится музыка и многое-многое другое. Ну, из особых таких моментов, связанных с Сталинградской битвой, вот по душе, что мне приходится, это, наверное, та кампания, которая, начиная сегодня главой Волгограда, связана с ревизией памятников в Волгограде. У нас сегодня в Волгограде около 400 памятников, все они, в общем-то, по тематике в основном Великой Отечественной войны, и находятся они в самом разном состоянии. И то, что они нуждаются в значительном уходе, реконструкции, ремонте, это очень важно. Самое главное, что, мне кажется, получилось у этой Думы, и когда мы обращались раньше, то практически результатов никаких не видели от городской Думы. В основном это областная Дума. Так вот, эта команда настоящая, на наш взгляд, сейчас действительно получилась. И те депутаты, которые два-три созыва уже работали раньше, так сказать, ну, шатко-вялко, да, сегодня их заставили работать. И мы это видим, и это чувствуем. Первое, что мы просили, и наша просьба была учтена, это восстановить молочные кухни. Мне очень понравилась система работы этой Думы. Они привлекли депутатов Госдумы, чтобы не просто они у нас значились там в Москве, а чтобы поработали на город. Они привлекли всех почетных граждан и города Волгограда, и области, для того, чтобы они тоже включились активно и поработали на город. Очень большое внимание было уделено депутатами и дорогам нашим, особенно внутридомовых дорог. И вы видели, спасибо вам, журналисты, которые так хорошо это освещали, показывали. Хотя проблем, конечно, очень-очень много, но это взято на контроль, это взято, так сказать, действия депутатами. И мы надеемся, что к матчу футбольному, конечно, наш город преобразится. И тоже депутаты активно думают, как хорошо подготовиться к этому мероприятию в городе. Мне понравилось, что приняли тоже активное участие наши депутаты в оказании помощи многодетным семьям. Вы знаете, когда вы пригласили меня, я обзвонила где-то 11 общественных организаций. Наряду с теми недостатками, которые уже назвали мои коллеги здесь, большинство очень положительно отзывается о Думе городской. Прежде чем начать, думаю, как же так мне сказать, чтобы не разочаровать вас. 150 дней. Много это или мало? 150 дней для Думы. Ну, наверное, есть определенный период, где можно какие-то результаты посмотреть, увидеть или не увидеть совсем. Потому что вот то недоверие к власти или доверие к власти потерять очень легко. И быстро. А вот восстановить его, это доверие, повернуть гражданство общества к себе, население миллионного города, нужно много времени и много усилий. Перспективы есть. За период длительный стала наконец-то решаться проблема погашения задолженности. Пусть она медленно, пусть она не так, как хотелось бы, но появилась система в этой работе. А это уже говорит о чем-то. Уже нет такой остроты, когда над тобой висит до моклов меч. Это уже хорошо. Единственное меня, вот что не то, что там настораживает, а вызывает какие-то определенные сомнения. Я не буду сейчас переходить на персоналии, коль мы говорим о Думе. Но многие депутаты, то, что говорили, и вот Анатолий Тович говорил, в предвыборную кампанию, почему-то стали забывать об этом, что они говорили. А жители города Волгограда помнят это и надеются, что уже избранный депутат вспомнит об этом и выполнит о перспективах, о коммунальном хозяйстве. Ну, как говорят, цыплят по осне считают, а я говорю, дороги по весне посмотрим. Что будет? Плохо будет. Да, я уже это прогнозирую, и не только я, это специалисты прогнозируют. Поэтому те затраты, которые вот предварительно сегодня есть в бюджете, их, конечно, явно будет недостаточно. Ну, не буду напоминать про нашу знаменитую пословицу, когда одна беда другую решить не может. Но как мы сегодня ремонтируем дороги, в том числе и я, когда работал примерно так же, хотя пытался там что-то объяснять, мы никогда не получим в городе хорошие дороги. Никогда. Не трогай основания, это закатывать в землю деньги. Нужно дороги реконструировать. Вот где не нужны деньги, а нужны мозги. Вот как приходит новый созыв Дум или новая администрация, сразу руки зачесались. Надо какую-нибудь реорганизацию сделать. Надо структуру поменять. Ну, давайте... Ну, не может структура год поработав уже сразу... Или она совсем была какими-то недоумками сделана, если она в течение года себя, так сказать, не реализовала, не показала. Ну, что же мы сразу берем за эту пилу, ножницы и начинаем все краить. Не надо систему выстраивать под конкретного человека, под себя. Система должна работать. Вообще-то, люди меняются, а система должна работать. Власть забыла, что можно разговаривать, встречаться с людьми, с ними говорить, выслушивать правду, какая бы она горькая ни была, работая с населением, рассказывать населению, как население... Причем не сказки рассказывать, а реальные вещи на примерах. Вот это, наверное, должны делать депутаты по своим округам. Они знают свои округа, они знают людей, которые их избирали. Напоминать периодически о тех обещаниях, которые они давали в предвыборной кампании. Вот это было реально. Это было реально. Это было реально.